здравствуйте дорогие пациенты я снова рад вас приветствовать на нашем канале о стоматологии меня зовут Гранцев Михаил Михайлович я врач стоматолог это видео про микропротезирование зубов микропротезирование зубов это восстановление утраченных тканей зубов при помощи цельной керамической реставрации в случае если у зуба отсутствует часть ткани при разрушении или большая поверхность ткани или практически весь зуб разрушен в любом случае можно использовать микропротезирование микропротезы для того чтобы восстановить этот зуб микропротезирование оно потому и называется микро потому как это практически такие маленькие микропротезы которые призваны восстанавливать микроанатомию и целостность зубов в целом. Для того, чтобы восстановить отсутствующий отдельный зуб или несколько зубов, как правило, микропротезирование не подходит. И на самом деле микропротезирование, оно ассоциируется в основном с применением цельной керамики, которая называется имикс. Среди микропротезов есть достаточно много разных конструкций. Например, для передних зубов, для их восстановления эстетики, красоты и целостности применяются виниры, керамические виниры. В случае, если это боковые зубы, то применяются, например, вкладки. Вкладка может быть inlay или onlay для того, чтобы восстановить внутреннюю часть зуба. В случае, если разрушение большее, то часто используется такая конструкция, которая называется накладка. Она, как правило, перекрывает бугры у зуба и тем самым восстанавливает ее целостность и идеальный внешний вид и механически конструктивная особенность. В случае, если разрушена поверхность зуба настолько сильно, больше чем 50% поверхности зуба, то в этом случае уже применяется цельнокерамическая коронка. На тему коронок, виниров, накладок, вкладок, практически на все эти темы у нас есть видео на нашем канале. Если интересно, можно посмотреть. Но в целом, как правило, микропротезирование чаще всего при произношении этого слова ассоциируется все-таки с применением таких конструкций, как вкладки или накладки. Так как для изготовления микропротезов, как будто винир, накладка, вкладка или коронка, мы используем керамику IMAX. Это одна и та же керамика для всех конструкций и, как правило, изготавливается одним и тем же методом. И, по сути, эти конструкции отличаются только тем, как зуб обрабатывается под тот или иной вариант. И от дизайна препарирования и зависит название данной конкретной конструкции. Как правило, мы для того, чтобы изготовить, например, накладку или вкладку, проводим сначала препарирование зуба и его обработку. После этого мы снимаем слепок оптическим или обычным классическим способом и отправляем этот слепок в лабораторию. И через пару часов или несколько дней, в зависимости от технологии, мы получаем готовую конструкцию. Вкладку, накладку, винир или коронку. И мы эту коронку берем и вклеиваем полость рта в зуб при помощи современных композиционных материалов. В итоге мы получаем практически имплантированную эмаль, совершенно новый, красивый, прочный, как будто только что прорезался зуб. Он, по сути, как новенький. Ну а теперь давайте поговорим о том, зачем же все это нужно. Зачем необходимы эти накладки и вообще микропротезирование? Зачем это все придумано? Ну вот смотрите, например, возник кариес, серьезный процесс или дефект какой-то в зубе. Ну, мы можем этот кариес убрать, сформировать полость и восстановить этот зуб при помощи реставрации композиционным материалом. Ну, по-простому поломбой. И все будет хорошо. На самом деле это рационально делать, в случае, если разрушение, например, находится посередине жевательной поверхности зуба. И в итоге эта полость будет окружена четырьмя стенками. Целыми, плотными, толстыми стенками зуба. И тогда, восстановив реставрации зуб, это будет надежно, это будет рационально. Эта реставрация будет удерживаться четырьмя стенками, она не будет разрушаться, у нее не будет никаких микроотрывов, не будет микротрещин. И, по сути, это будет, ну, не знаю, если сравнить с дорогой, то это будет как заплатка на дороге, которая удерживается со всех сторон. А вот если есть разрушение достаточно большое, когда разрушено несколько стенок, когда нет целостности стенок зуба, когда стенки истонченные, то в этом случае мы тоже, конечно же, можем использовать реставрацию, пломбу, по сути, для восстановления этого зуба. Однако, это не будет рационально, это не будет надежно, потому что, по сути, фундаментальная сама по себе пломба, она никак не укрепляет особенно стенки у зуба. И истонченные стенки, они, на самом деле, мина замедленного действия. И, в случае, если, например, что-нибудь жесткое укусить, эта стенка тонкая может отколоться, поддеснул, например, а может сам зуб посредине треснуть, и это будет продольный перелом. И, в том и другом случае, это практически прямое показание к тому, чтобы зуб удалить и поставить имплантат. Вот, если такие разрушения затрагивает несколько стенок, и истонченные стенки зуба есть, то, как правило, в этих случаях мы рекомендуем применение накладки. Накладки позволяют, во-первых, перекрыть бугры зубы, они позволяют обод у бочки, как бы зуб защитить от перегрузок. И, даже если будет какая-то чрезмерная нагрузка, то, ну, максимум, произойдет какой-то где-то скол этой реставрации, потому что, на самом деле, цельная керамика достаточно прочная. И, в этом случае, ну, в худшем случае, можно будет переделать эту реставрацию. Ну, а если этот скол небольшой, можно его просто заполировать. И, на самом деле, такие реставрации, такие накладки, они предохраняют зуб от проблем. Они, действительно, его очень хорошо защищают и могут спасти его от таких вот серьезных проблем. Ну, и, помимо этого, хочется сказать, что сама по себе керамика IMAX, по сравнению с пломбой, она, в первую очередь, примерно в 10 раз прочнее и намного более стабильнее. Она может удерживать большие нагрузки. А во-вторых, сама по себе такая вкладка или накладка или коронка, она по себе не имеет усадки, потому что всю возможную усадку уже получили в лаборатории. И эта конструкция достаточно точная и прилегает к тканям зуба очень прецизионно. То есть, ну, нет практически микрощелей. И фиксируется такая вкладка при помощи современного композиционного материала, на помощи тоненькой пленочки. Получается очень герметичная, монолитная конструкция. В отличие от того, как изготавливается пломба. В случае, если изготавливается пломба, то возникает, как правило, усадка этой пломбы. В самой пломбе могут сформироваться микротрещины. В зубе из-за того, что пломба тянет стенки внутрь, также могут быть небольшие микротрещины. Из-за того, что сама по себе пломба, она не предназначена для того, чтобы восстановить большие поверхности, она также может со временем ломаться или колодца. Поэтому пломбы, в отличие от накладок, конечно, сильно уступают. И на современный день, современный час, а мы все уже в 2021 году, как правило, многие врачи отказываются от пломб, от реставрации композиционным материалом в пользу изготовления керамических накладок или вкладок, потому что весь день это более современная, это более надежная, это более прочная конструкция, которая позволяет более рационально восстановить тканью зуба. Но, конечно же, из-за того, что стоимость самих реставраций композиционных пломб, по сути, она дешевле, поэтому пломбы все еще часто применяются на сегодняшний день для восстановления тканей зуба. И хуже всего, конечно, это то, что частенько бывает такое, что перерасширяют показания к изготовлению таких пломб там, где это в целом делать не нужно. И это может приводить иногда к тому, что откалываются стенки зуба и может происходить перелом зуба с потерей зубы и необходимостью после этого установления имплантанта. Ну и в заключении хочется сказать, что если у вас есть необходимость установить керамическую вкладку, накладку или вниз, то приходите, мы все внимательно посмотрим, подберем для вас самый лучший вариант, который будет подходить именно вам. Все сделаем и все вылечим. Если у вас остались позитивные впечатления от нашего видео, то ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и до встречи в наших новых полезных роликах. Субтитры создавал DimaTorzok